Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и сегодня видео будет о том, как я ходила на кастинг Дома 2. Я так или иначе, то в прямых трансляциях, то еще где-то упоминала, что я была на кастинге два раза на Дом 2, и мне сразу говорили, ну давай, расскажи, расскажи, расскажи. Я подумала, что можно снять об этом целый ролик, потому что, ну, может быть, есть что рассказать, особо нечего рассказывать, но я поделюсь и расскажу, потому что это не в двух словах. Итак, первый раз я ходила на кастинг Дома 2, конечно же, я смотрю этот проект практически с самого начала, но есть периоды, когда я не смотрю, там год занята чем-то, потом начинаю смотреть, все меняются, но я помню всех первых, кто были, да, сейчас нет-нет, поглядываю, когда есть время. Мне нравится этот проект, начнем с того, что мне нравится проект, что я не просто ходила, да, на какую-то ерунду. Я очень люблю обсуждать, я очень люблю житейский опыт, психология человеческая, поэтому для меня там вообще, как, мне кажется, сыр в масле, так говорят, или как, масло в сковородке, не помню, как говорят, но сам факт, что мне кажется, что там было бы достаточно комфортно, потому что, смотря с друзьями Дом 2, мы так и рьяно все всегда обсуждали, и хотелось туда пойти. Ну, естественно, пиар, как бы, да, известность, плюс деньги зарабатывают они там. Ну, и я пошла. Значит, первый раз я пошла туда где-то в 18 лет, ходила я туда, по-моему, до своего замужества, я не помню точно, но, в общем, молодая еще была. Да, и вы знаете, что первый раз, что второй раз, второй раз я ходила уже до беременности, до любимого, естественно, когда я была свободная, когда я в паре, я туда не рвалась, зачем мне это нужно. И вы знаете, одно и то же, в принципе, одни и те же вопросы. Вот приходите вы на кастинг, да, прихожу я на кастинг, там много людей, собираемся мы все в одной комнатке, дают всем анкеты, эти анкеты заполняются. И потом подзываются по 2-3 человека, смотря там по-разному, не знаю, от чего это зависит, подзываются к девушке. И девушка начинает смотреть, ну, просмотрела вашу анкету, и первое, что она спрашивает, чем вы лучше других, почему именно вы должны попасть в проект. И знаете, вот этот самый ужасный каверзный вопрос, я не знаю, какие люди должны, что вот я, 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 вот у меня как бы, может быть, вы видите видео, да, что я такая вся самовлюбленная и тра-ля-ля, но на самом деле многие замечают, что от меня не веет, да, какой-то пафосности, не веет какого-то высокомерия, многие это замечают, некоторые, конечно, замечают другое, но многие замечают обратное, что и правда есть. Меня, например, язык не повернется сказать, ну, чем я лучше прям других. Я считаю, что в каждом человеке есть что-то интересное и особенное. Я не могу сказать, что кто-то должен уйти с проекта, а я должна прийти. Вот язык не поворачивается, не знаю. И вот там именно на этом, мне кажется, все построено. Там именно вот надо вот тебе, тебе, я, 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 понимаете, быть что-то, я не знаю, какой-то супер неординарной личностью. Либо должны быть знакомые, которые просто скажут, вот, взять вот эту вот и не голосовать против нее, да. Вот, ну, я не прошла первый кастинг, сказали позвонят, ну, и не позвонили. И прошло уже тысячу лет, я думаю, пойду еще раз. Все-таки я повзрослела, уже прошло, да, почти там сколько, почти 10 лет. Думаю, пойду схожу, взяла с собой подружку уже. Мы пошли вместе, опять же, мы все заполнили эти анкеты. Причем самое интересное, что мы уже были знакомы на тот момент Джозефом. Джозеф Монгале. Была я знакома с мальчиком Артур Репенко, по-моему, там был парень. Он мне очень понравился, я с ним познакомилась в Москве. Я ему первое написала, когда он ушел с проекта. Я такая думаю, гля, а как так, он ушел, я за ним наблюдала. Хотя он там не айс был на самом деле, вот, чисто внешне он мне нравился как-то. И я написала ему, что, типа, давай познакомимся, попьем кофе. Но он был не против, он сам с Украины, с Одессы, по-моему. И мы встретились, познакомились, и все. И мы были знакомы с Джозефом Монгале. И он тогда строил глазки моей подруги, как бы там отношения туда-сюда. Но при этом он говорил, мы даже ездили туда к Дому-2, он выходил к нам под ворота. Прям видели, как разбирались там Алиана с Гобозовым, тогда еще были. Что-то у них там ссоры какие-то были. И Джозеф тогда говорил, тихо-тихо, тут везде могут быть камеры, чтобы никто не что. А он там встречался с девушкой. И он не хотел, чтобы там притягивали за что-то где-то. Хотя, мне кажется, отчасти, может быть, это была и провокация какая-то. Может быть, нужно было на кастинге сказать, что она не встречается, что она видится за периметром, что они созваниваются, что они гуляют. И она считает, что он, допустим, не любит ту девочку, да, и она бы хотела претендовать на ее место и завоевать сердце Джозефа. Вот, может быть, тогда было бы правильно. Но мы вот такие честные девчонки были. Мы не стали этого говорить, дабы не подставлять человека. А вот надо было. Наверное, это была какая-то мини-проверка. Но мы не сказали, что мы кого-то знаем, естественно. Мы сами пришли. Да, моя подруга шла к Джозефу. Она сказала, как бы просто, типа, она его не знает. Просто она говорит, что я ему понравлюсь, я в его вкусе. Как бы вот так и вот так, да. Ну, а я, соответственно, я не помню, кого я там выделяла, не выделяла. В общем-то, я просто была очень разговорчивая. Я много разговаривала там. И понятно было, что, ну, как бы, не теряюсь. То есть я не терялась среди тех людей и разговаривала. Ну, то же самое нам сказали, позвонят. Более того, меня еще пригласили, меня, еще одну девочку и еще парня одного. Пригласили в отдельную комнату. Помните, раньше в Доме-2 снимали такие вот, типа, с кастинга кусочки, да. И кто-то из домочадцев ведут, как бы, да, спрашивают некоторые вопросы, еще что-то задают. И вот тогда был Черкасов Андрей. Вот фотографии в Инстаграме, может, вы видели ВКонтакте у меня с ним. И Элина Камерен. Вот, тогда они вдвоем вели вот этот кастинг. Нас отдельно позвали еще для видео, чтобы отдельно снять. И когда мне Элина сказала, а к кому ты идешь? Я говорю, ну, не знаю, ну, можно к Андрею, например. Ну, потому что Андрей же сидит, надо же как-то это. Можно к Андрею. Она говорит, ты что, так нельзя говорить? Андрей, у нас супер-мега-звезда. Ты если идешь к нему, то только к нему. Так, типа, все уже, не хляй. Ну, естественно, это звезда Андрей Черкасов. Ему это не понравилось, естественно. И он, ну, обращал внимание на другую девочку. Ну, попросили, что вы умеете, задали какие-то вопросы. Я там спела. Но потом в эфире я не видела этого момента. Потому что очень часто бывает, я и в кино так же снимала. И знаете, почему-то этого момента не было в кино. В очень смешном кино. Хотя там очень много денег было затрачено. Потому что мы снимали во дворце, представляете, да? Актеры, гримеры. Целый день был потрачен на съемки. И этого момента не было в самом фильме. Я думаю, что это не один такой момент. Соответственно, и в доме два, да? Все снимают, все снимают. И какие-то лучшие интересные моменты. Видимо, ничего интересного не было. Хотя там была девушка, которая что-то там танцевала там. И потом Андрей на нее залез там на столе. Что-то они там танцевали вместе. Ну, в общем, что-то такое. Ну, и в конце, конечно же, я сфотографировалась и с Элиной, и с Андреем отдельно. И с ними вместе. Вот. Что я помню еще моменты. Когда мы общались с Джозефом, мы были в клубе, в гараже, в Москве. Гуляли вместе. Тогда еще Кристина встречалась с парнем из Дома 2. Я не помню, честно говоря, как зовут. И уже Кристина даже фамилию не помню. Ну, Кристина блондинка. Она встречалась с парнем, и мы вот вчетвером в клубе были. Ну, как бы они сами по себе. Мы скорее с Джозефом, да? Вот. Ну, в принципе, и все. Вот такая вот история. Никто не перезванивал. Ну, вы знаете, я думаю, что может быть оно и к лучшему. Потому что, когда я шла на кастинг, то есть у меня не было 100%, что это прям мое. То есть по каким-то моментам я вижу, что это мое, а по каким-то я вижу, что это вообще не мое. Понимаете? Там интриги, что я не люблю, да? Там драки. Как бы они запрещены, но там постоянно дерутся, постоянно какие-то увечья. То ребра сломаны, то нос сломаны, то кто-то в крови, то волосы вы... А я нет. Я не тот человек, который любит драться, понимаете? Я не люблю драться, я не люблю насилие. И я знаю, что я могла бы остро ранить языком своим, да? Что так как драки разрешены, могло бы происходить черти что вообще. И вот это, наверное, бы мои нервы подшатывались. И, видимо, думаю, вселенная меня уберегла. Все-таки не для меня, наверное, этот проект. Я ни капельки не жалею, потому что, в принципе, отчасти, да, и хотелось найти свою половинку. Но когда ты здесь нашел свою половинку, какие дома два? У меня даже мысли нету. И нет никаких сожалений о том, что что-то не случилось, и что я могла еще пойти на кастинг и так далее. Нет. Так что сейчас я в любви, у меня ребенок. Естественно, никаких кастингов дома два. Это был только вот такой вот мой опыт. Я думаю, что я все рассказала. Ехать туда до дома два очень далеко. Мы ездили на машине, вот через вот такие вот дебри, вот. Со стороны оно там все огорожено, там маршрутки какие-то стоят. Ну, в общем, далеко за городом, да, все это. Вот, кастинг сам проходил в Москве где-то профсоюзная. Оранжевая ветка, короче, где-то. Я уже не помню, честно говоря. Ну и все. Больше с домом два мне, по-моему, ничего не связывало. А, еще я когда первый раз была на доме два, я там познакомилась с Чуевым Андреем. Да, вот он был мне знаком. И тогда я ему еще сказала, что ты обязательно пройдешь. Он такой, почему? Я говорю, потому что, ну, во-первых, мальчиков мало, а у Чуева, у него был подвешен тогда язык. Он был веселый, там это. И он, я говорю, ну, типа, ты серьезно? Все тогда еще о доме два думали плохо. Я говорю, ты серьезно, на дом два, типа, там, любовь хочешь построить? Он, да, а что там, типа, поприкалываться, типа. Вот. И когда я уже пришла домой, и потом я его увидела, естественно, в эфире, думаю, вот, я же говорила, попадет. Но мальчиков, на самом деле, я думаю, что там действительно дефицит. Хотя сейчас больше идут красивых мальчиков. Проблема только в том, что они неразговорчивые. Мало говорят таких, как Чуев, конечно же, это вообще звезда дома два, один из. Ну, вот, в принципе, и все. Больше я, по-моему, ни с кем не знакома из дома два. Крис, ты не помнишь? Ни с кем не знакома. А, с Черкасовым мы какое-то время переписывались, потом ВКонтакте, по-моему, были добавлены друг к другу. Ну, как-то... Черкасов мне, на самом деле, никогда не нравился, потому что я не люблю таких парней, цветков, вы знаете, нарциссов. Вот, нарциссов вообще не люблю. Поэтому с Черкасовым у нас бы ничего не получилось. Нет, не мое это, Черкасов. А Элина очень красивая. Она высокая, худая. И по ней прям видно, что она такая дорогая девчонка. Не просто какая-то девочка, да. Ну, в принципе, и все. Все, моя история дома два закончена. Наболтала на целых 11 минут. Я с вами прощаюсь, если вам было интересно и полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если остались вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях. А с вами была я, Селена Совой. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok